добрый день сегодняшнее видео будет не про таиланд таиланд мы поедем месяца через два может быть мы дома это казахстан говорит повалдар выехали мы сегодня на пикник шашлык пожарить вот такая вот природа у нас деревня заря называется вот спускаешься высокий берег и здесь вот пойма иртыша такая небольшая речушка и тут мы соответственно остановились пожарить шашлык ну сюда мы еще на рыбалку бывает приезжаем тут принципе как повезет можно нормально порыбачить еще вот неожиданно собачка появилась чё она тут гуляет не знаю ты чей а шарик ты чей не чей ты куда домой идешь у меня немножко напугал из леса выскочила черная собачка шарик иди домой ну а вот это вот у нас так называемая пойма иртыша заливные луга то есть вот это все когда иртыш разливается вот это все в воде потом вода уходит ну это происходит не только у нас наверно разлив рек везде это есть вот вода уходит и вот такие травы потом растут сейчас примерно вот эта трава мне по грудь ну осенью сенокос сена очень много вот такая красота вот такой пейзаж сама река иртыш она получается вот высоковольтная линия вот те три трубы если видно их это аксусский ферросплавный завод то есть иртыш получается ближе сюда вот эта высоковольтная линия как раз идет через речку так ну вот пикник наш закончился едем домой вот такая трасса у нас вода ромск она дальше тянется мы сейчас в сторону омска едем в водах там эта трасса идет до китая через семипалатинск в ту сторону в обратную и как раз до границы с китаем это к вопросу о том какие у нас дороги в казахстане знаю за весь казахстан не скажу но вот у нас вот такие дороги вот он этот поселок заря мы сейчас проехали и едем домой ну а теперь мы посмотрим какие у нас бескрайние степи в казахстане часто общаясь с людьми из других стран рассказывая им что же такой степь казахстана ну вот смотрите вот она до горизонта 30 наверное вот такая вот степь весной она немножко зеленее к осени она немножко желтее как и положено вот эта трасса по которой мы только что ехали свернули специально вам показать если кто не понимает масштабов масштабы то есть до горизонта ничего нету вот такая вот красота ну и сама трасса вот еще раз повторюсь то есть с той стороне палатар через 400 километров омск и в эту сторону мы едем кстати вот здесь мы были на пикнике вот эти вот деревья это уже поймы ртеша с этой стороны и вот трасса тянется у нас всем палатинская ягус и упирается в границу с китаем не знаю как называется там населенный пункт но доехать с комфортом вы однозначно туда сможете ну вот еще давайте немножко посмотрим вот эти наши вечные спутники они навсегда сопровождают на природу но ближе к осени они пропадают сейчас сезон как это не называется язык как их еще можно назвать у нас так называется это не облепляют автомобиль думая наверное что это машина работает нагревается она темная может быть они думают что это корова вообще они как бы вот любят крупный рогатый скот так как насекомое мелкое может быть она нас и перепутала с коровой нашу машину вот смотрите он с нами едет видите я сейчас еду 80 километров в час и вот он с катится держится своими лапками бедненький сопротивляется все хуже чем уехать тут конечно можно больше чем 80 километров в час радары у нас казахстане отменили только где-то конкретно за городом тем не менее скоростной режим все равно все соблюдаем как в городе точно радары у нас отменили сейчас у полицейских нету никаких радаров поэтому смело можно ехать конечно быстрее но все едут так как надо так но еще одну остановку мы сделали по пути домой хочу вам показать что вот это все зеленое видите все это весной покрыто водой то есть иртыш разливается буквально вот по вот эти камыши сейчас вот такая красота огромное красивое футбольное поле но осенью это сенокоз вот это все превращается в сено и в ближайших деревнях то есть когда нету проблем с кормом на вот этом красивом пейзаже хочу сказать до свидания спасибо что все ездили с нами за город всем хорошего дня не забываем подписываться на мой канал а